Лев Леонидович, я говорю, почему такая, простите, жопа, ну почему, ну я же как бы, ну что же, я не идиотка, я как бы и так могу, и сяк могу. Он говорит, не надо торопиться, всему свое время, ну зачем ты так торопишься? Жизнь моя могла сложиться абсолютно по-другому, потому что окраина, рабочий район города Саратова, улица называется Второй Кавказский тупик. Депрессивные пьющие люди вокруг, прекрасные люди, но тем не менее, безысходности, в принципе, меня ждала где-то вот такая вот судьба, если бы не Сергей Сергеевич Прокофьев. Это я совершенно четко уверена, это моя жизнь это показала. Все, она овладела этим десятилетним ребенком. Абсолютно, и до сих пор, что прошло там очень много лет, первый фортепианный концерт Прокофьева, он для меня самое лучшее лекарство, и ну это все, это мой код. Душа лежала, непосредственно, как классическая музыка. Да не душа лежала, понимаете, классическая музыка, это ключ к открыванию бессмертия, понимаете. Я прекрасно понимаю, что как бы поп-исполнители, то, чем я сейчас занимаюсь, это не то, что это мелко, это здорово, это нужно, это людям, как бы, когда мне приходят письма там, что если бы не ваша песня Леха, я бы не дождалась его, и у нас бы сейчас не было этого мальчика Лехи. Это все, это все примеры из моей жизни, это все, как бы, прекрасно. Ты милый, дорогой, Леха, Леха, я без тебя так плохо, на сердце моток, я точно говорю. Ой, Леха, Леха, не потерплю подвоха, осталось только опыт, я так тебя люблю. Вечность, след, наследить в истории, ну, нет его, понимаете, надо было как-то по-другому, но это какой-то другой масштаб, это космос, классическая музыка, она потому и классическая, что она уже там наследила вести, и уже от этого никак, и ничего не изменить, понимаете, это все вот какие-то вот такие вещи глобальные. У меня есть кролики, 24 штуки подобные, это дети, которые учатся в Одинцовской гимназии, а в этой, значит, гимназии учится моя дочь, и я как бы так, ну, с первого класса за ними наблюдала, а с пятого класса у них еще и преподаю, сначала музыку, сейчас искусство. Я знаю этих детей как облупленных, я, в общем, это мои кролики, над которыми я всячески издеваюсь. Я написала там несколько постановок, и мы с ними там экспериментируем в разных направлениях, и в прошлом году было 50-летие в мировой славе группы «Битлз», и мы с ними сделали, значит, мюзикл, я сделала мюзикл по «Битлз», и, ну, там очень был такой мудренный сюжет. И дети пели, и танцевали, мои, значит, музыканты им играли, это было все ярко, здорово. Нет, я к тому, что классическая музыка, вот, пожалуйста, вот, сейчас, несмотря на то, что еще двое живы, и, как бы, сэр Пол, он все равно трогает наши сердца, получает грэмми, до сих пор переживает, что-то не пускает, какие-то вечеринки там и так далее. В общем, активный какой-то образ жизни, тем не менее, он же классик, его же никуда не денешь. Прекрасная музыка, независимо от классическая, английская, русская, то есть она того стоит. И я смотрю просто сейчас вот, в чем у них в головах происходит, у этих детей, там все гораздо лучше, чем говорят об этом. Там все нормально. В свое время вы решили работать в школе. После того, как ваши дети выпустятся, будете ли вы дальше работать в этой школе? Не уверена, что да, хотя мне будет этого очень не хватать. Я хотела, как бы, в этом году закончить уже. Ведь, на самом деле, это не смена профессии, это просто расширение каких-то там моего личного какого-то пространства. Потому что, когда я училась, каких-то вещей я не могла знать, потому что не было компьютера, не было интернета, не было, в общем, доступа к каким-то вещам. Повезет, не повезет тебе на преподавателя, на информацию, которую ты... А сейчас только желание. Захотел, пожалуйста, все. И я могу, как бы, заразить вот... Я не обладаю, конечно, какими-то такими астрономическими, энциклопедическими знаниями, там, не могу написать книгу, там, про творчество Баха, там, или еще что-нибудь. Но я могу детей заразить любовью к этой музыке и понять, что за 300-400 лет она стала еще более актуальной и интересной. Если перелистывая страницы немножечко назад и возвращаться в ваше детство, был ли какой-то преподаватель, возможно, у вас, который также влюбил вас в искусство, кроме Прокофьева? Не, ну, было очень много хороших людей на моем пути. То есть идиотов, дураков и дебилов-садистов не было. Как некоторые говорят, я ненавижу музыкальную школу, потому что там по рукам бьют, там, еще что-то. Нет, у меня как-то все это складывалось очень-очень. Все мои преподаватели на каждом этапе давали много и только большие благодарности в их адрес. По большому счету, конечно, еще хочется сказать, там, я не знаю, судьбе, провидению или кто у нас там на орбитах обитает. Большое спасибо за вот такие вот случайные повороты, неожиданные, музыкальные в моей жизни, что, готовясь совершенно к одному, меня выбросило на какой-то противоположный берег, но все равно этого, этого вы даем, а не другого. В общем, ему тоже огромное спасибо. Первым таким поворотом было поступление на эстрадное пение? Да, нет, оно не эстрадное, в том-то и дело оно было на родное пение. Это был первый поворот, такой щелчок по носу. Вот. Ну и плавно вытекающая оттуда, конечно, это моя любимая группа комбинаций. Белый-белый-белый остров, белый-белый солнцесвет, у меня одни вопросы, у тебя один ответ. Вы попали в правильном возрасте туда, тогда еще впитываешь все как губка. Я и сейчас впитываю все как губка, понимаете, это нет, от этого просто потому, что время было другое абсолютно, оно было хорошее. Мне трудно говорить, как сейчас начинающие артисты, у них тоже, наверное, останется такое послесловие очень и очень яркое. Ой, а у нас вот так было. Но в то время, когда было становление группы комбинаций, не было ни продюсеров, ни стилистов, ни менеджеров, ничего такого. Было дикое желание чего-то добиться, горящий глаз совершенно, то есть дым из одного места валил, потому что надо было здорово, интересно, и очень хотелось всего этого. Вот это была держащая сила, а не просчитанные какие-то шаги, как сейчас. Глаза горели у вас или все-таки у композитора, у двух продюсеров, условно говоря? У всех они горели, они до сих пор как бы горят. Понимаете, настолько горели, что до сих пор песни, которые за три года мы там напели, они до сих пор в репертуаре у меня, их до сих пор покупают в какие-то фильмы постоянно, там звонят, подписывают какие-то права или все что-то. Не забывай наш первый вечер, не забывай моей любви, не обещай последней встречи, и до утра меня не жми, я не буду тебя ни с кем. Сколько в итоге песен вы непосредственно писали в комбинации? Тогда совершенно авторские права, еще какие-то такие вещи, о них даже никто не задумывался. Это был 88-й год, это был Советский Союз Махровый, и поэтому что-то такое, в общем, абсолютно было никому не важно. И мы просто, да вот окорков композитор приносил, значит, какую-то песню, там, про American Boy, да, вот, в жутком каком-то варианте. Но American Boy это был как бы крючок, а вокруг него был ужас. И мы с Таней садились прям в студии все это править, придумывать как-то вдвоем, прям, ну, как лайф. Вот. А подписывали слова Александра Шишинина. Ну, потому что как бы его тоже надо было куда-то там приобщать. Он делал огромную работу, но как бы к творческому процессу прям внутренне, он как бы не имел. Поэтому посчитать, сколько мы, все. А по документам, по каким-то там, ну, как бы, самая такая моя песня, ну, это бухгалтер, но после нее-то я как бы уже начала соленную карьеру. Переход в сольный проект, он был связан непосредственно со знакомством с Александром Иратовым? Или это все-таки был какой-то период вашего личного взросления? Никакого. Да, я не ожидала. У нас был просто, кстати, у нас был проект со швейцарскими, кстати, продюсерами. У нас был готовый, мы записывали песни на английском языке, песни про Швейцарию, что-то такое писали. Я помню, что для этого проекта я, то есть, как бы, там отдельно Таня что-то пела, я и что-то мы вместе пели, все на английском, с каким-то репетитором, с произношением нашим ужасным, саратовским. Мы, в общем, как-то там боролись. Мы видели тех людей, которые приезжали, хотели. Это был 91-й год? Это был 91-й год, да. То есть, начало 91-го года они хотели, и работа уже шла. Вот. Поэтому никаких вообще... То есть, тени мысли не было о том, что что-то может поменяться. И я помню, что я для этого проекта записывала песню Like a Virgin, песню Мадонны. И до сих пор, ты меня разбуди ночью, я тебе спою с хорошим произношением эту песню, прекрасно. Сейчас, когда это вот один в один, точь-в-точь эти проекты. Я говорю, давайте я только одну песню знаю, потому что из меня ее извлечь невозможно. Вот. Но, как мне сказали, что Мадонна запретила тираж своего образа, в общем, что-то ей не понравилось, или у нее вообще такая, в общем, позиция. Ну, как-то вот. И теперь табу на это все. И, в общем, обломилось мне участие в этих проектах, потому что другим песням невозможно. Поэтому это только лямур, тужур и прочее. Желание уйти из проекта было для того, чтобы создать свой сольный проект? Или создать семью? Вы знаете, ну, это куча совпадений, потому что и семья, конечно, это было в первую очередь. А потом, когда я, опять же, исходя из того, что должна быть семья, я понимаю, что я через ровно через 2-3 месяца перестану быть интересна своему будущему мужу, потому что, ну, он сам продюсер, он сам прекрасно понимает, что такой артист. Он так же ездил на гастроли, он так же понимает эту кухню, человек селевизионный. Ну, и завтра он увидит какую-нибудь другую артистку, более интересную. И зачем я-то ему нужна, взбитый летчик? Поэтому ровно через 2 месяца я поняла, что так не пойдет. Давайте как-нибудь по другим дорогам ходить. Ну, вот, и мы с ней... И мы попросили... Я его уговорила спеть песню. Эта песня была Ксюша. В общем, с этого все началось. Потом появился уже такой поэт, к сожалению, его сейчас нет уже, он погиб. Юрий Дружков в Саратовске, он был такой, знаете, саратовский панк. Он там годами не мылся, ходил с какими-то жуткими прическами. В общем, был очень узнаваемый, экстравагантный человек и писал какие-то очень глупые, но в то же время очень странные стихи. У него вот какое-то это было волшебство. И вот одна-две строчки в его, значит, виршах, они были действительно гениальны. Все остальное было полный мусор. И, например, вот Ксюша, значит, там у него, значит, тракторист Витюша на комбайне подъезжает. Там еще какая-то такая билиберда. Я понимаю, что это петь, но нереально абсолютно. И опять же вот по такому же принципу, то есть, поэтри-лайф мы сидели, и все это как бы я сидела, дописывала, переписывала в студии. То же самое было и с Лехой дальше. В общем, все, что касается Юрия Дружкова, там, в полном его виде. Ну, может быть, это было здорово, но это не для меня. Потому что какие-то такие вещи были очень. Трактористы, комбайнеры и все прочее. Ну, это, конечно, даже немножко другая музыка. Александр Иратов был уже на тот момент известным продюсером, и он фактически отказался от всех своих проектов, занявшись вами. Это не он отказался. Это я обрубила все концы, потому что я понимала, что это невозможно. Или ты занимаешься женой по-настоящему, то есть, или же ты, ну, ничем не занимаешься, потому что, ну, знаю склад, характер своего мужа, он не мог вот так вот сидеть, и там чуть-чуть, там чуть-чуть, а здесь вот, а здесь побольше. Ему надо было как бы чем-то одним заниматься. Ну, а потом он вообще ушел в телевидение, и, то есть, ни о каких других проектах речи быть не могу. Я тебя у всех украду, пусть это так грешно, пусть будет всем смешно. Я тебя у всех украду, потому что люблю, потому что люблю. Я тебя у всех украду. Ваш сольный проект. Вот второй альбом, он был самый популярный. Как думаете, в чем был залог успеха этого альбома? Ну, не знаю, ну, во-первых, на волне скандала того, что я ушла, как бы интересно послушать, что будет. Во-вторых, я считаю, что большая работа папы Анжелики Варум, Юр Варум, потому что он был, к сожалению, сейчас уже нет, гениальный музыкант, который из дурацких песен Аркаши Укупника, там же все песни Укупника были, который, ну, вот он сидит за роялем что-то, тут же сочиняет, тут же он это выдает, путая аккорды и мелодии как-то вот, и тут же их меняя, вот, и угадай, что это, что это за песня такая. Ну, приблизительно, значит, как-то угадывалось. Вот и Юра Варум вот из этого всего, вот, такого непонятного потока сознания, он сумел вот выцепить какие-то такие вещи и сделать это очень грамотно, качественно, и, ну, я считаю, что безупречно. В дальнейшем вы продолжали сотрудничество? Да, мы продолжали, он, к сожалению, потом как-то быстро очень уехал, куда-то за границу, и, ну, потом вокруг возникло очень много желающих, и хотелось и того, и сего, и потом знакомство с Танищем, потом, значит, все расширяли, 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 до того, что расширяли, что один раз я все эти песни выпускала, выпускала и так, и сяк, и клипсикой, и песня в таком стиле, и вот давайте сейчас так повернем. И я уже понимала, что я куда-то скачу, галопом, не туда. И тогда еще был концертный зал России, наше любимое, прекрасное, чудесное место, мое обожаемое. Нет, сейчас его, я стою около лифта, и подходит Лев Валериан с Лещенко. Он говорит, ты что такая грустная? Я говорю, Лев Валериан, почему такая, простите, жопа? Ну почему? Ну, я же как бы, ну что же, я не идиотка, я как бы и так могу, и сяк могу. Он говорит, не надо торопиться, всему свое время, ну зачем ты так торопишься? И как-то думаю, ну вот он, что-то сказал, не то, надо, надо. И, в общем, потом уже, гораздо позже, я поняла, что он настолько был прав. Вот. А сейчас вот уже как бы не торопишься никуда, но люди, наверное, от меня уже привыкли, что я куда-то несусь, и надо успевать за мной следить. А я села и наблюдаю. И они тоже говорят, что ты села и наблюдаешь? В общем, не поймешь, что происходит в жизни. В общем, поэтому пробуем и так, и сяк. По знакомству с Таничем, у вас тогда вышел мюзикл, один из первых в России, насколько я понимаю, но выступали вы только в Москве и в Питере. Почему же так? Ведь было затрачено очень много средств на создание этого. Очень много средств, там очень много декораций, очень много актеров, очень много всего-всего-всего. Как бы никто не ставил задачи объехать там весь мир с этим. Это был такой дерзкий эксперимент. Опять же, это галопом через эпохи мы проскочили. Потому что сейчас, когда я иногда хожу в театр и вижу там мюзиклы, например, как последний наш мюзикл, Пола Негре, поставленный в 3D, роскошный совершенно, я понимаю, что мы где-то приблизительно вот этого и хотели. Но тогда не было не то, что таких возможностей, а вообще в принципе, люди не знали, это был 1994 год, о каких там. А мы хотели на сцене совместить, сразу перескочить лет через 20 туда. Не получилось. Мы и назвали так наше детище, не рок-опера, тогда не было мюзиклов таких уже, а поп-роман. Вечеринка, вечериночка, непонятный раз в бой, а кого я половиночка, я не знаю до сих пор. Помню, что там первый раз на сцену со мной вышли Андрюша Федорцов, который актер наш сейчас прекрасный, тогда студент был, выпускник у него, Толик Журавлев, Банчикова. В общем, те люди, которые сейчас, они достаточно востребованные сериальные и киношные, в общем, такие хорошие актеры, состоявшиеся, они тогда у меня вот как-то в первый раз это было. Не знаю, это было какое-то хорошее время, но все равно оно было прекрасное. В одном из интервью я читал, что для Танича исполнение этих песен вами было принципиально важно. Но вот вы вроде бы не хотели исполнять все песни, вам нравилась только одна. Создание этого спектакля, это был способ отчасти угодить ему и в то же время для вас отфильтровать определенный репертуар для будущего? Нет, это все-таки был эксперимент, потому что я понимала, что это не просто спеть песни. Я понимала, что эти песни оденутся в какую-то совершенно другую шапку, обретут какие-то другие рамки. Сразу он писал это как какое-то театрализованное действие. А я никогда этим еще не занималась. Поэтому это сразу был какой-то акт сумасшествия какого-то. С одной стороны самоубийство, может быть, а с другой стороны вау, глаза боятся, руки-то делают. Мне интересно было. Такой вид экстрима я очень люблю. Я ненавижу всякие горные лыжи, погружение и все прочее, физического какого-то, такого адреналина, физиологического. Я боюсь и боже упаси. А интеллектуально-эмоционального я это все такие вещи очень-то даже и приветствую, и обожаю. Поэтому, а когда еще? Такой возможности не было. То есть я где-то понимала интуитивно, что, наверное, это немножко не та музыка, которую бы я хотела, потому что она все-таки была традиционная, такая эстрадная, все-таки она была такая, ну, где-то стилизованная под ретро, под лимиту, под это все. Она все-таки театральная музыка. И немножко не моя. То есть я-то все-таки певица тогда и сейчас, вообще, надеюсь, все-таки диско, поп и все так. Нет, там совсем все по-другому. Я понимала, с другой стороны, что я такой музыки, наверное, больше никогда, может, и не попою. Хорошо, давайте попоем советскую музыку. Образ девочки из периферии, когда он начал меняться? Не знаю. Понимаете, даже выходя на сцену, я не могу себе позволить какие-то фэшн-наряды, что-то такое. Я... Не верят мне. Мне все равно нужно какой-то элемент глупости одевать. Понимаете, какой-нибудь нелепой юбки, драной колготки или еще что-то, или там прическа не совсем доделанная. Очень многие говорят, слушай, ну что же так одеваешься на сцену, ты, боже мой, в жизни-то вообще все, ты бы вот... Я не могу людям объяснить, что это будет вранье, это буду не я. И люди, которые меня видят вот в этом всем. Вот был такой период, когда я и в эту сторону очень так уходила, и у меня были свои стилисты, свои, которые сейчас в Париже живут. В общем, все было, когда мы с Муратом на сыром пели, там было все просто, ну не подкопаешься. Ну и... Не знаю, как-то холодно было. Очень холодно, и как-то по-другому. Стоило мне одеться опять в эти дурацкие юбки, вот в эти вот глупости всякие с начесом. О! Здравствуй, Алена. То есть правильно встречать зрителей. Ну да, да, правильно встречать. И, понимаете, в музыке же можно как бы много чего делать и экспериментировать и так далее, и так далее, но нельзя одного, нельзя обманывать своего зрителя. А зритель уже воспитан тобой и ждет от тебя. И твоя музыка, которую ты спела, она уже не только твоя. Ты вложил туда голос, душу, да, ты пролезла человеку через уши, в мозг, в сердце, в печень, куда угодно. И он от тебя требует, как бы, уже он подпитывается от тебя какими-то вещами. И приходя на концерт, ну, я не могу не петь Ксюшу, не могу не петь бухгалтера, не могу не петь там какие-то вещи. Для зрителя я это вот, это песни вот эти вот. Ну, поэтому, к сожалению или к счастью, ну, так вот, так происходит. Современное ваше творчество, у вас не так давно вышел альбом Deep House, стиль, это что-то совершенно новое. Раньше было меньше электронной обработки голоса, сейчас ее стало больше. Почему? Я, в принципе, наверное, не хотела это все как бы выпускать в большой свет, но кто-то послушал, кому-то понравилось, и как бы, давай, давай, меня как бы уговорили это все выпустить. И какие-то вещи, например, песни-мелодия, мне очень нравятся. Ну, да, такой эксперимент. Ну, я, и я очень хочу сейчас петь какие-то народные песни, потому что это действительно здорово, и это ничем не хуже, чем Deep House, потому что это удивительная музыка, забытая, забытая, и там так много всего, и... То есть мы можем ожидать, что следующий альбом будет более народным, что ли? Сейчас трудно мыслить, и не нужно, наверное, мыслить альбомами какими-то прям такими большими работами. Никто этого не слушает. Информационный мир, он такой быстрый, что альбом не сожрут, они подавятся, скажут, достаточно там, как сейчас говорят, треков, песен, достаточно 2-3 работы какие-то, но как-то их обязательно нужно оформлять для современной какой-то подачи, снимать клип, делать какой-то глубокий очень месседж в интернет-пространство, зачем это, куда-то там спеть, сям спеть, в общем, нужно как-то на этом очень заострить какой-то кусок своей жизни, чтобы люди это проживали действительно. Поэтому клипы сейчас ваши, они такие более интернет-ориентированные, тот же диджей, та же мелодия, они вот... Потому что, ну, я не хочу сказать, что это как бы более интернет, просто это опять тычемся, ищем что-то такое, да, но следующая работа, она будет совершенно другая. Неотъемлемая часть вас сегодняшней это работа и на радио, уже фактически 4 года, насколько я понимаю. Ну, на радио сначала на другом радио, но там был совершенно другой проект, он назывался Интернационал, как бы было время специально для такой программы, не знаю сейчас, насколько она актуальна, музыка из интернета, потому что люди выкладывают свое творчество в интернете, оно где-то там плавает, в этих морях, океанах неведомых, и заплывает иногда так, что не отыщешь, иногда как бы буйками где-то, ну, в общем, старалась как-то помочь. Удалось кому-то открыть? Да, есть, были ребята очень интересные, ну, начнем с того, что эфир по радиостанции, в которой там, ну, не ротация, но несколько эфиров радиостанции по такой, уже, ну, не сказать, что там общероссийской, а все-таки радио сейчас, господи, где хочешь, там и слушай, это уже хорошо. Упоминание и обсуждение твоего творчества людьми какими-то там, я не знаю, там продюсеры с нашествием у меня были, у меня были там музыканты очень хорошие, ну, в общем, как-то много чего было, но не по моей вине это все закончилось, потому что формат радиостанции «Комсомольская правда», на которой я работала, он поменялся, и они захотели больше каких-то таких политических, каких-то таких развитий, вот к вам придет, а вы его спрашиваете там про Украину, там еще что-нибудь, я говорю, ребят, до свидания. Я придумала вот этот вот формат «Фасоль», это, в принципе, обыкновенный разговор по душам, но это очень хорошо, что это по радио, потому что телевизор – это абсолютно другая история, видео сжирает очень много информации, а по радио, да, там происходит все, все как-то более, и для меня это тоже интересно, потому что люди приходят абсолютно разные, там, олимпийские чемпионы и режиссеры, и начинающие, и популярные, и, в общем, абсолютно разные люди. Мне интересно знакомство, еще раз знакомство с этими людьми, с другой стороны. Таким образом, вы подпитываете собственное творчество, ведь вы говорили, у вас есть кролики в школе, у вас есть, луки и кролики, да, вот вы с двух разных сторон подпитываете и это помогает творить. Очень-очень помогает. А вы авантюристка? Нет, я большой консерватор, и я как бы не могу ходить на какие-то экстремальные, там, какие-то вещи, и если мне нужно сделать какой-нибудь шаг, мне нужно очень долго-долго думать, и в конце концов не я принимаю решение, а все-таки мой муж, который уже как бы не совсем продюсер, он уже совсем другими делами занимается, но все равно я уже к нему прибегаю, как, знаете, есть Бог-Отец, Бог там и Святой Дух, да, все-таки как Бог-Отец и к нему, ну, скажи, и вот он мне, делай. И я тогда уже со спокойной в соцсет, я с меня, я с себя снимаю ответственность, ведь не я, это ты, вот, нет, я абсолютно не интересна. Легки на подъем для каких-то новых свершений, не знаю, там, ни с того ни с сего уехать за границу на неделю, отдыхать, потому что, ну, вот захотелось. Ну, у меня были такие глупости, когда там в каком-то проекте, господи, Суперстар, я там пела, я не помню, какую-то, какую-то рок-н-ролльную, какую-то песню, мне нужна была клещатая юбка, типа Аврил Ланвин, такой вот образ, ее негде было взять. Я села в самолет или села в Нью-Йорк, для того, чтобы купить юбку и вернуться. Зачем я это делаю, до сих пор не понимаю, но мне понятно, что юбка был предлог, мне нужно было вот куда-то вот что-то поменять, обстановку, но, но не с такими же временными какими-то убийственными поясами, но тем не менее, нет, я готова на такие всякие глупости, да, но они должны быть влечь в какую-то почву, просто так, с бухты-барахты, нет, там должно что-то происходить, чтобы вылиться в какую-нибудь очередную глупость, ну, нужную глупость. С вами была Алена Айпина, специально для Дука, с Купить и Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова